поспела вишня я ее собрал перебрал и промыл в прошлом году я экспериментировал с различными настойками на вишни ну как то наливка называется далекой молодости у меня был очень хороший друг царствие небесное он был значительно старше меня но в его доме славилась наливочка и в прошлом году я попробовал несколько вариантов на один из интернет на но ни один из тех вариантов которые я нашел не соответствовал тому вкусу который делал покойный дядя коля вот и я все таки нашел свою методу по вкусу получилось так же я постараюсь кратко и быстро показать как это делается выкладываю вишни на противень и отправляю в духовку при температуре 45 градусов сушиться но сушиться не полностью нужно чтобы ягода подвялилась я в процессе покажу до какой консистенции это нужно делать потому что если вы ягоду пересушить и она потеряет ту ароматику необходимую для хорошей правильной настойки но или наливки вот вишня и завялилась теперь его можно как раз использовать для настойки почему это сделано чтобы убрать лишнюю воду чтобы градус не убирала и напиток получался более насыщенного вкуса и требовалось на литр меньше ягоды я подготовил 3 литровые бутылки и вот приблизительно на три четверти наполнил 200 граммовые стаканы вот такой сухой ну вернее подвяленный вишни ну как бы почему стакан и на что просто не попутать объем на каждую бутылку зачем нам потребуется по 3 столовые ложки из горки сахара из которого надо будет сварить сахарный сироп залил сахар водой и буду его растворять не буду вас утомлять этим процессом когда растворится с кипячу и уже буду показывать дальнейшее сахар полностью растворился сейчас варю из него сироп потом сироп надо будет охладить горячий использовать не стоит и после этого уже будем смешивать компоненты после того как сироп и вишня отправлены в бутылку заливаем ее 50 градусным очищенным двойной перегонки самогоном отправляем настаиваться защищенное от солнца прохладное место пусть вас не смущает что на первый взгляд вишни мало для литровой бутылки так как она подвялено она разойдется увеличится в размерах и я покажу сколько получится здесь вишней какой будет по цвету и к сожалению смогу показать по вкусу и запаху напиток миновало две недели и на стоечка в общем-то готовым это получился мужской вариант как видите цвет насыщен аромат вишни полный но если вы хотите сделать что-то более близкое к ликеру то удвойте количество сахара этого будет вполне достаточно поспели вишни задумку для диваней